Мирная уборка и вооружённые люди. Такая картина наблюдалась в пятницу в Байдарской долине. На самом деле в защитную форму облачились любители командной военно-спортивной игры страйкбола. Помимо участия в уборке, они взяли на себя и развлекательную часть. Крымский страйкбольный клуб установил в лесу переносной тир. Пусть дети немножко почувствуют себя там мальчишками, девчонками. В плане том, что как Зорница, помните, раньше было? Вот, в принципе-то, на этом у нас основано. Чтобы пострелять в призовом тире, разделившиеся на команды школьники должны были принести как можно больше мешков с мусором. За каждый мешок специальный жетон. По количеству заработанных очков и определялась команда-победитель. Дети всегда у нас с большим удовольствием приходят на Золотую поляну. Тем более мы часто ходим сюда. Дети уже знают это место. На самой поляне, видимо, недавно кто-то уже проводил субботник. На лужайке мусора почти не было. Он прятался в кустах и оврагах. Много банок всяких, стеклянок, бутылок много стеклянных, мусор, пакеты. Всего много вообще. Природу нам нужно очищать. Мир должен быть чистым. Экологическую акцию приурочили к 9 мая. К этому празднику на поляну приезжают отдохнуть со всего Севастополя. Подобные акции будут проводить регулярно. Нужно такие акции внедрять и проводить во всех регионах автономной республики Крым. Это, я думаю, будет хороший стимул для всего Крыма, так и для всей России. Как надо поступать. Любить свою землю. И чистота, и экология начинается с уборки мусора. Кроме призового конкурса, детей ждал еще один сюрприз. Вкусный обед на природе и целый стол восточных сладостей. Что касается собранного мусора, организаторы обещали вывезти его на машинах. Участники акции собрали его в общую кучу, которая к концу уборки выглядела внушительно. Василий Косенко, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.